привет привет дорогие друзья что ж у нас очередное с вами занятие мультстудии бериндей и сегодня я бы хотела что вы вспомнили свои имена а если быть точнее то на какую букву они начинаются вот у меня буква а алиса и смотрите какая она у меня красивая яркая получилось я хочу чтобы каждый из вас нарисовал свою букву своего имени первую до чтобы она получилась такая вот красивая красивая у меня изначально была желтой а что с ней произошло потом вы увидите дальше смотрите итак сегодня нам понадобится стеклянная рамка можно вытащить какую-нибудь картинку дома наверняка у вас есть а 4 либо 3 формата также нам понадобится вот такая решетка такие решетки бывают духовках духовка наверняка вы есть у каждого дома и еще в холодильнике такие решетки также нам понадобится ваша буква и всякие разные персонажи которые вы также можете сами нарисовать у меня это будет гусеничка мячик и лисенок вы можете нарисовать своих каких-то персонажей интересных а можете повторить за мной итак вот моя буква лучше рисовать букву побольше да чтоб она у вас была большая посмотрите например на с мою ладошку размещаем ее по центру когда будем снимать и сейчас я вам покажу как примерно можно до делать что буду делать вспоминаем как мы снимаем что мы снимаем все по кадрам потихонечку передвигаем да вот так раз мячик у меня будет прыгать и отскакивать в сторону смотрите что у меня получилось дальше у меня будет гусеничка смотрите я нарисовала три фазы гусенички прямая собранная и вот промежуток наоборот надо сначала прямая затем гусеничка чуть-чуть присобирается да вот этих дуга чуть-чуть и затем гусеничка очень собралась видите больше дуга стала затем будет опять ослабленная дуга и снова прямая и таким образом она у нас будет итак вот собирах собирах собралась растянулась собралась растянулась как гусеничкой наверняка увидели как они ползают смотрите что у меня получилось следующий у меня будет персонаж лисенок который будет скатываться по одной из сторон буквы смотрите это марионетка которую мы с вами уже делали вы уже знаете как ее делать и все значит у меня двигается я все проверила и вот так вот будет вот и спрыгивать как с горки и потом будет делать несколько шагов оп 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 и ушел из кадра итак давайте посмотрим что у меня получилось вот жах и пошел и еще раз что можно еще сделать еще можно вот так вот нарисовать только контур буквы затем взять любой материал фломастер карандаши краски и начать разукрашивать например разукрасили кусочек нажали на съемку взяли другой фломастер например еще нарисовали и еще нажали и так далее можно выбирать разные фломастеры да и постепенно закрашивать может быть это будет один фломастер и вы будете просто постепенно постепенно Minsk можно еще попробоватьDIA уборку Вот так вот укладывать, укладывать, укладывать бусинами, либо буговицами разными. И так, пока у вас вся буква не покроется разными бусинами и буговицами. И посмотрите, что получилось у меня. Моя буква покрылась вот такими узорчиками. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Что мы будем делать, чтобы снимать? Снимать мы будем пробовать на обычный телефон. Ну, который сейчас у всех, большинство наверняка, у ваших родителей есть такие смартфоны. Итак, смотрите, я поставила несколько книг, как столбиками, и положила решетку. И телефон мы должны положить на решетку таким образом, видите, раз, чтобы не было видно решетки. Камера, чтобы была между решеток. Да, и нам не мешают прутья, и мы можем нормально снимать. Но, смотрите, сейчас мне нужно поднять повыше. Оп, вот видите, я поднимаю, да, и буква становится вся видна в кадре. Это значит, что мне нужно еще поставить несколько книг, чтобы мы могли раз, так вот, и фотографировать спокойно. И вся буква будет видна. Итак, сейчас мне нужно поднять повыше. Я добавлю еще коробок и книг. Вот, смотрите, теперь все видно. Но, очень важно еще запомнить, что телефон для съемки нужно будет повернуть. Да, сейчас он вертикально у меня, как мы обычно фотографируем. Но, нужно повернуть горизонтально. Смотрите, вот так, раз. Тоже проверяем, чтобы у нас буква была по центру кадра. Можно подправить. Итак, смотрите, вот так я положила мячик. Да, я начинаю его крутить и делаю съемку. Кадр за кадром буквально по чуть-чуть двигаем. Смотрим, чтобы руки не попадали в кадр. Двигаем и снимаем. И вот так вот у меня будто отскакивает. Лучше, конечно, не торопитесь. Делайте все медленно, чтобы у вас получились красивые кадры. Телефон можно еще закрепить, например, на скотч или на какие-нибудь резинки, чтобы он у вас не двигался. И будьте еще аккуратны. И гусеничка. Да, сначала прямая. Затем аккуратно на то же самое место, где была прямая, мы кладем ту, которая меньшая дуга. Снимаем. И затем кладем на это же самое место аккуратно. Уже с большей дугой. Затем опять кладем с меньшей дугой. При этом мы чуть-чуть саму гусеничку, как бы чуть-чуть вперед продвигаем. Да, мы меняем одну на другую гусеничку и чуть-чуть продвигаем вперед. И таким образом она у нас будет ползти. И давайте сейчас покажу, как с рамкой. Точно так же мы берем рамку, вытаскиваем картинку. Да, и задник. Нам нужно только стекло. И так же положили телефон на стекло. Можно подсветлить, если темно. Переворачиваем горизонтально, чтобы все кадры у нас были горизонтальны. И все, и делаем съемку так же. Двигаем, нажимаем, двигаем, нажимаем. Итак, смотрите. Вот вы сфотографировали все кадры со своей буквы, со своими персонажами. Порисовали, возможно, ее. И теперь нужно все фотографии скинуть на компьютер через шнурок. Я думаю, родители вам с этим помогут, если что. Что мы делаем дальше? Один вариант. Вы можете по почте прислать мне эти кадры. И я их уже смонтирую. И потом выложу в нашей группе. Либо пришлю также обратно вам по почте. Либо вы можете попробовать сами. Попробовать смонтировать из этих фотографий свой мультфильм, который получился. Для этого нужно на компьютере найти встроенный видеоредактор. Есть такая программа. Когда вы его откроете, там может возникнуть такое окно. Назовите свое видео. Вы просто называете. Ну, вот у меня будет мульт, например. И окей. Дальше я добавляю фотографии из этого компьютера. Вот они у меня. Они уже открылись. Я выделяю все фотографии, которые я отстанула с помощью shift. И сейчас он добавит. Программа добавит все файлы. И затем нужно их переместить вот сюда. Вот тут есть. Переместить в раскадровку. То есть вот сюда вниз. Я нажимаю. И кадры автоматически появляются здесь. И смотрите. Вот здесь вот внизу у каждой картинки, видите, 0,3. Ой, 3 черточка 0. Вот. Это длительность кадра. Нам нужно, чтобы один кадр у нас как можно меньше длился. Да. Вот такое самое приемлемое. Сейчас я вам покажу. Ну, примерно там 0,1, 0,15, 0,12. Вот так можно выставлять. Вот смотрите. Я нажимаю на первую картинку. Я ее выделяю. Вот она. И вот здесь вот внизу такой бегунок. Я бегунок мышкой довожу до конца. Нажимаю на клавиатуре shift. И кликаю по последней картинке. Они все выделяются. Дальше вот здесь написано длительность. Вот здесь вот видите длительность. Я нажимаю на нее. Вот здесь вот внизу в самом 0,00. Мы делаем 15 и нажимаем на Enter. Вот видите, во всех картинках поменялось значение длительности кадра на 0,15. Теперь нажимаем вот здесь на Play воспроизвести. И смотрим, что получилось. Ой, только надо сначала бегунок вернуть на начало. На первый кадр кликнуть мышкой левой. И нажать на Play. И вот он наш мультфильм. Смотрим. Мячик, гусеничка и листенок скатился и пошел. Вот так. Ну а дальше там уже можно экспортировать это все. В общем, всем желаю удачи. И надеюсь, что у вас получатся свои какие-то интересные буквы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok